Доброе утро! Знаете, что я хочу сказать сегодня? Я вдруг понял. Да я это уже давно понял. Но далось мне это понимание очень нелегко. Нужно перестать бояться всего. Нужно перестать бояться кто что подумает о вас, кто что о вас скажет. Кто где-то, когда-то, с кем-то будет обсуждать ваше поведение, ваши слова, ваши действия, даже поступки. Если вы будете все время об этом думать, или часто, если вы будете по этому поводу переживать, то надеяться на успех лучше не стоит. В жизни, в бизнесе вообще. Для меня это было страшной проблемой. Я всегда боялся, переживал. Я мог ночами не спать от мыслей, а что теперь подумают люди. Это был мой бич. А как я выглядел? А как я смотрелся? А было ли это достойно? А было ли это достаточно красиво? А было ли это, ну короче говоря, я переживал. У меня были даже такие периоды, когда закомплексованность, страх перед критикой, перед мнением других. Это колоссальная проблема. У меня, например, были такие, когда я был молодым лейтенантом, я сейчас вспоминаю, это же просто откуда? Это из детства, я не знаю, откуда это. Я, будучи молодым лейтенантом, стеснялся ходить в ресторан, если я был один, например. Ну все офицеры ходят в ресторан, знакомиться там, то, сё. А я не мог пойти в ресторан, потому что меня мучила мысль, как это я через весь зал один пойду, все будут на меня смотреть, что они скажут. Это бред. А я знаю, что очень многие переживают по этому поводу. Вы посмотрите на успешных людей, что они делают, как они проявляют себя в жизни, совершенно свободно. Более того, они еще стараются эпатировать публику, чтобы привлечь к себе еще больше внимания. Будьте раскованными, будьте свободными, не беспокойтесь, кто что говорит, кто что думает о вас. Вот мне сегодня один парень сказал, сказал, Олег Гриевич, не все вот настроены позитивно, в том числе по отношению к вам, вот некоторые, значит, показывают мне, я рассказываю, значит, что это там о вашем бизнесе, ваше видео, а мне он присылает другое видео с вашими словами только в другом бизнесе. Что теперь делать? Что теперь делать? Что теперь? Послушайте, климат меняется, страны рушатся, а уж чужие мнения меняют, свои мнения люди меняют вообще со страшной скоростью. Все меняется. И если ты не меняешься, значит, ты, ты, что-то не совсем нормально в твоей жизни. Это не значит, что надо быть попрыгунчиком, скакунком и бесконечно опровергать то, что ты вчера говорил. Но надо быть свободным. Если вдруг ты поменял свою точку зрения, если я был в одном бизнесе, а потом взял его, оставил, потому что он мне не приносит прибыли, потому что он меня не удовлетворяет, потому что он мне не нравится, или потому что я передумал, или потому что я нашел более выгодное для себя предложение, или еще что-то, да мало ли, что это моя единственная жизнь. И я буду кого-то бояться и сидеть там, где мне не нравится. Это я так раньше делал. Это я так раньше делал. И просидел 10 лет в бизнесе, который не приносил мне уже давным-давно никакой ни радости, ни финансового удовлетворения, ничего вообще. Я все переживал, что люди скажут. А жизнь идет. Если вы из таких, если у вас есть такие проблемы, ребята, я вам рекомендую, расслабьтесь. Вас все равно все любить не будут. Если бы вы только знали, если бы мы все только знали, кто что про нас говорит, мы бы еще больше переживали. Но на самом деле переживания по поводу того, кто что о нас говорит, они необоснованные. потому что если бы на самом деле знали истину, то мы бы с удивлением поняли, что люди больше всего говорят о себе, о своих проблем, а мы думаем, что они нам кости моют. Да мы им да-да-да-да фонаря, потому что у них свои болячки. Не переживайте. И если вы что-то меняете в жизни, действуйте решительно. Вдумайтесь, взвесьте все, просчитайте. И если хотя бы один шанс есть более чем 51% того, что вы будете делать уже в вашу пользу, все, смело можно двигаться вперед. Мы же не деревья, чтобы стоять на одном месте. Мы все время меняемся. Важный принцип сетевого бизнеса. Все течет, все меняется. тот, кто этой тенденции не понимает, ей не следует в разумных рамках, тот неизбежно отстает. А я желаю вам удачи. Богатейте. Всего доброго.